Итак, если говорить в целом о сохранении мочевого пузыря, то, безусловно, как и для апологетов хирургического лечения, основная цель – это, в первую очередь, вылечить пациента. Вторая цель – это уже сохранение незатронутой опухоли части мочевого пузыря без снижения выживаемости. То есть, наверное, основная идея – это однозначно – излечить пациента. Вопрос другой – уже качество жизни и остальные аспекты. Давайте же посмотрим, что мы имеем на сегодняшний день. Вообще дискуссия того, сохранять пузырь или оперировать, относится где-то к концу прошлого века, когда впервые Хаутман и Хер опубликовали свои работы, где они оценивали эффективность как органосохраняющей тактики, так и лучевой, и активной хирургической тактики. Это исследование показало, в частности, Хаутмана, в основном, в общем-то, апологета хирургии, можно сказать. Он показал, что отсроченная цистоктомия, несмотря на комбинированный подход к химию, лучевую терапию, туру, иммунотерапию, привел к тому, что метастазирование отмечалось в 26%, пятилетняя раковоспецифическая выживаемость – в 56%. В то же время немедленная цистоктомия показала существенные лучшие результаты по сравнению с органосохраняющей, с отсроченной цистоктомией. Дело в том, что, как одним из аргументов более активной агрессивной тактики, он привел тот факт, что мы не можем прогнозировать, у кого лучевая химиотерапия будет эффективна, а у кого нет. Поэтому более агрессивный подход, особенно у молодых пациентов, у которых распространенный процесс, у кого высоковая вероятность рецидивирования, должна применяться более агрессивная хирургическая тактика, не отрицая, что органосохраняющая тактика имеет место и она заслуживает внимания. В 1999 год Хера бульговал достаточно большое исследование, где показалось, что у тщательно подобранных пациентов с мышечным элазийным раком удается сохранить до 50% мочевых пузырей в период до 10 лет. Прекрасные результаты. Тем не менее, у пациентов от 10-20% не удалось достигнуть полного излечения, и последующая цистоктомия была неэффективна. То есть, речь идет о том, что, начиная увлекаться, можно в определенной степени, я утрирую, но тем не менее, органосохраняющей тактикой мы теряем 20% больных, которые умирают просто. То есть, они не имеют даже шанса увеличить свою продолжительность жизни, ибо вероятность рецидивирования у них резко возрастает. На сегодняшний день обсуждаются факторы, определяющие кандидатов для выбора той или иной начальной тактики. И в этом плане мы, не сговариваясь, абсолютно возвращаемся подчас к тем же вопросам, которые были затронуты в предыдущем докладе. Это возраст, социальная поддержка, экономический аспект. Да, безусловно, пожилые люди, особенно старше 80 лет, это не идеальные кандидаты для хирургической тактики, а действительно, для них оптимальный вариант – это органосохраняющая метод лечения. Медицинский статус, общая стояние, сопутствующая патология – то же самое. Функциональный психический статус. Мы не можем сделать ортопическую пластику мучевого пузыря пациенту, который не понимает, как ухаживать за этим мучевым пузырем. В то же время, давайте посмотрим на другие реалии нашей жизни, в нашей стране, в частности. На сегодняшний день общеизвестный факт, что количество врачей в регионах, в частности сельской местности, сокращены врачей. Для того, чтобы попасть в стационар, пациент должен записаться и приехать с трудом в этот стационар, чтобы его хотя бы осмотрели. Мы, предположим, рекомендуем пациенту органосохраняющую тактику. Значит, он должен наблюдаться, ездить, и по малейшему случаю он должен ездить достаточно далеко от своего места жительства. Когда этот вопрос будет решен? Опять в той системе, которая была раньше, системе диспансеризации и так далее, мы не знаем. Но сегодня система как наблюдения, диспансеризации, наблюдения между курсами лечения, она для людей, которые живут далеко от городских жителей, то есть от города, крайне затруднена. Кроме того, давайте не забывать, что на сегодняшний день, а я позже остановлюсь, современный стандарт от ремодальной терапии. Значит, в лечении должен участвовать хирург, лучевой терапевт и химиотерапевт. Но попробуйте пройтись по всем этим кругам АДА для больного, записаться в очередь к одному специалисту, ко второму, третьему, и что все лечили в одном ключе. Я сомневаюсь, что на сегодняшний день есть идеальное учреждение, где все это решается абсолютно легко, для того, чтобы пациент в течение часа получил все комплексные ответы на свои вопросы. Хотелось бы не ошибиться, но, тем не менее, к сожалению, реалии на сегодняшний день в нашей стране совсем не такие. Варианты лечения сохранения мочевого пузыря. Да, они действительно, как я уже сказал, привлекательны для более пожилых пациентов с высоким риском развития ранних и поздних осложнений после цистоктомии. И существует исследование относительно достаточно свежее. В 2004 год 13 тысяч пациентов с мышечным мелодийным раком показало исследование, что пациенты 80 лет и старше имеют большую вероятность умереть от цистоктомии или парциальной резекции стенки мочевого пузыря. Естественно, что это является группой идеальной для органосохраняющей тактики. И давайте будем считать, что эту группу мы не берем вообще даже в группу, которая может быть подвергнута радикальной цистоктомии старше 80 лет. За исключением каких-то отдельных случаев, которые мы не будем брать. Какие на сегодняшний день альтернативные виды терапии мышечного инвазивного рака? Оргоносохраняющая трансфертеральная резекция, либо парциальная резекция мочевого пузыря. Радиотерапия, химиотерапия, либо мультимодальный подход. Монотерапия, трансфертеральная резекция. На сегодняшний день во многих руководствах пишется, что качество выполнения трансфертеральной резекции является краеугольным камнем в мультимодальном подходе лечения больных рака мочевого пузыря. Почему? Потому что в качестве как монотерапии ожидаемый локальный контроль при трансфертеральной резекции не превышал 20% в одном исследовании. В другом неотвеченном случае в полной ремиссии у больных в стадии Т3, то есть практически все рецидивировали, то есть качество тур было недостаточным. Пятилетнее выживаемость в стадии Т2, Грейт 1-2, в то время еще была Грейт 1-2, 27%. Другое исследование, пятилетнее выживаемость 70%, но только 45 пациентов вошли в группу, так как отрицательный результат был при повторной, при ретуре. И всего по данным вот этой серии, грубо говоря, 16% сохранение мочевой пузырь, только. То есть можно сказать, что тур как операция монотерапия, она на сегодняшний день не соответствует как левиодолечения. Но в то же время трансфертеральная резекция – один из этапов мультимодального подхода. На основании вот этих вот результатов в свое время было сформулировано и выводы, что оптимальными кандидатами для трансфертеральной резекции является первичная опухоль Т2А, единичная опухоль, попилярная, не более 3 см и отсутствие карстинома инсито. Как часто встречаются такие больные? Крайне редко. То есть в пределах некоторые данные говорят, что 5-6% больных от общей серии когорты больных, страдающих раком мочевого пузыря, это те пациенты, которые могут соответствовать этим критериям. Парциальная ацестоктомия. Солитарная опухоль, либо передняя стенка или верхушка. Вот условия для парциальной резекции стенки мочевого пузыря. Либо в противном случае это требует пересадки устьев и так далее. Это существенно и последующие осложнения, которые могут возникнуть вследствие этого, которые мы обсуждали ранее. То есть парциальная резекция на сегодняшний день, она уже в определенной степени ограничена вот этими показаниями. Лиз локального рецидива при парциальной резекции увеличивается при наличии карстинома инсито, мультифокальном поражении, позитивных хирургических раях, позитивных лимфоузлах. В то же время в тщательно отобненных группах больных после парциальной ацестоктомии эти группы показали бирецидивную вживаемость достаточно высокую. Но только 5-10% по данным двух исследований соответствовали критериям для выполнения этой резекции. Да, сегодня интерес к парциальной резекции начал растать по мере возникновения новых методов лечения, новых химиопрепаратов, возможности выполнять лапароскопические это все. Тем не менее, пока, будем так говорить, это единичные работы. Системная химиотерапия. Полная ремиссия 56%, панопрологическое исследование препаратов после радикальной ацестоктомии, после химиотерапии, остаточная опухоль 61%. Достаточно много. Опять же, это в большей степени касается пациентов, которых было не Т2, а Т3 и Т4. Наружная лучевая терапия. Полная ремиссия 41%. Была широко распространена у пациентов, не подходящих для ацестоктомии в свое время, в те годы. Пятилетия выживаемость 20-40%, локальный контроль менее 50%. Естественно, как монотерапия, это говорит, что наружная лучевая терапия не соответствует на сегодняшний день современным стандартам. Поэтому можно сказать, что в качестве монотерапии ни трансфертеральная резекция, ни химиотерапия, ни лучевая не могут на сегодняшний день быть методом лечения. И как исключение могут применяться у лишь узкой группы. Комбинированная терапия. Либо это тур химиотерапии, либо это тур лучевая химиотерапия, то есть тримодальная современная схема. Если их суммируют, то, в принципе, квинтэссенция трех учреждений Массачусетского университета, Энларген клиники в Германии и Парижского университета, которые были инициаторами мультимодального подхода в лечении инвазивного рака мочевого пузыря, привели к схеме, которая практически везде сводится к одному. Первое – трансфертеральная резекция мочевого пузыря, индукционная радиохимиотерапия. В одних схемах это начальная 40 грей, в других – это полная доза 50-60 грей. Затем опять ретур. И в зависимости от того, полный контроль получен наблюдение, либо дальше сконсолидированная химио-радиотерапия, либо, если выявлены опухолевые клетки, делается радикальная цистоктомия с одеванной химиотерапией. И, в частности, исследования Массачусетского университета, которые были у истоков этих схем, эти исследования показали, что существует большая разница между выживаемостью пациентов после тримодального подхода, алгоритма, которые имели стадию Т2 и Т3, разница практически в выживаемости 20%. В последующем интерес к мультимодальному подходу существенно разрастался, и ассоциация ARTOK протоколы в большом количестве были посвящены именно мультимодальному подходу. И они показали, что результаты-то в целом действительно получались неплохие. Пятилетняя выживаемость где-то 50-60%, полный ответ тоже достаточно высок, 60-70% было. Тем не менее, надо сказать, что на сегодняшний день ни одного рандомизированного исследования, сравнения мультимодального подхода радикальной цистоктомии в литературе нет. То есть мы говорим просто о исследованиях. Но мы знаем, что на сегодняшний день стандарты основополагаются именно на рандомизированных исследованиях, которые до сегодняшнего времени, ни одного оконченного исследования не проведено. Другие протоколы мощно-инвазивного рака мочевого пузыря показали, что в целом пятилетняя выживаемость мультимодальной терапии достигает 50% в среднем по разным протоколам. Причем три четверти больных, которые подверглись этому методу лечения, достигли полного выздоровления, сохранив функционирующий мочевой пузырь. И пузырь, сохраняющий лечение, может быть предложено тщательно отобранным пациентам. Почему? Давайте посмотрим одно исследование, опять массачусетская группа, которая работала. Пациенты младше и старше 75 лет. Четкая закономерность, что пятилетняя выживаемость у пациентов моложе, более молодого возраста, выше. У женщин она тоже была выше. Клиническая стадия Т2 выше. Гидронефроз тоже выше, по сравнению с теми, у которых гидронефроз отмечался. То есть и таких исследований было достаточно много, которые анализировали, какие же идеальные критерии для мультимодальной терапии. И вот если суммировать, то в принципе получается такая картина, что это должен пациент опухой размером не более 5 см, единичная, стадия Т2, либо меньше. Мы говорим о мышечной глазеновой раке, поэтому получается стадия Т2. Отсутствие карцинома инситу, отсутствие гидронефроза, адекватная функция верхних мочевых путей, нормальные показатели крови, отсутствие метастаза в лимфоузлы и благоприятные прогностические факторы. Сегодня это модно, это речь идет о гиперэкспрессии фактора роста, гиперэкспрессии белков ХЕРТ-2 и ядерного фактора НК. Это действительно перспективное направление, но тем не менее, если посмотреть на эти критерии, мы понимаем, что в частности по нашему институту этих больных мы практически не видим. Мы имеем Т3, Т4 с лимфоузлами практически. Так вот вопрос, как их лечить? Мы с удовольствием бы направляли этих больных на органосохраняющую терапию, даже более молодых, чем 80 лет, но мы не имеем такой возможности. Я считаю, что в определенной степени это пациенты, заложники нашей системы здравоохранения. Какие существуют опасности для пациентов, желающих сохранить мочевой пузырь? Давайте посмотрим. Около 20% по статистике не способны завершить курс комбинированной радиохимиотерапии. Смертность от МВАК, известно, достигает предела 4%. У 50-60% больных с полным ответом на лечение, вообще в целом, образовываются новые опухоли мочевого пузыря. Из них от 6 до 20% это мышечно-инвазивные формы. У 16% больных, имевших полный ответ на начальную химио-лучевую терапию, инициальную, выявлен рецидив лимфатических узлов. Использование техники на сегодняшний день ортопической действительно в определенной степени нивелирует преимущество органо-сохраняющего лечения, ибо на сегодняшний день мы можем сделать цистоктомию с хранением сосудистых нервных пучков, либо оставить часть предстоятельной железы, либо вообще, в крайнем случае, если им нужна получение, им нужна потенция, мы можем поставить им протезы. Кроме того, рецидив заболевания после индукционной терапии, особенно при патологической стадии Т2, свидетельствует о низкой эффективности тримодальной тактики лечения и говорит о необходимости цистоктомии. Необходимо помнить о побочных эффектах терапии. Доза больше 60 грей может привести к сморчиванию мочевого пузыря. У 2% потребовалась цистоктомия из-за фиброза стенки мочевого пузыря. Небольшой калий процент, но тем не менее он имеет место. Летальность при цистоктомии может достигать после лучевой терапии 33%. То есть мы провели лучевую терапию, она неэффективна, и летальность больного увеличивается в десятки раз по сравнению с общей летальностью. 10% импотенция, но немного в целом, поэтому это всё лечится. Ну и последний нюанс, такой штрих лечения. Давайте мы сегодня реально почувствовали, что такое экономика в нашей стране. Так вот, стоимость тримодальной тактики лечения полного курса в Европе оценивается в 21 тысячу евро. Трансуртральная резекция, цистоктомия плюс кондуит в Европе оценивается в 12 тысяч евро. Если перевести на наши деньги, то труд хирургу не стоит ничего. И цистоктомия, и трансуртральная резекция обойдутся, в лучшем случае, если по квоте 360 тысяч. Вот вам стоимость этого лечения в нашей стране. Поэтому на сегодняшний день пока радикальная цистоктомия, к сожалению, наверное, всё-таки остаётся золотым стандартом лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Монотерапия не является альтернативой радикальной цистоктомии у групп мышечно-инвазивного рака. И тримодальная терапия демонстрирует обнадёживающие результаты, особенно при тщательном отборе кандидатов. В первую очередь, это единичная опухоль небольших размеров, гистологически строгая материальная карцинома, нет карцинома ин-ситу, нет роста опухоли в уретре и простате, нет поражения верхних мочевых путей, нормальная функция, нет поражения лимфатических узлов ещё можно добавить, и пациент согласен на тщательное наблюдение. Спасибо за внимание. И применение новых биомаркек, о которых я говорил, действительно может выделить ту группу, которая будет идеально отвечать на химио-лучевую терапию. И тогда мы можем изначально уже определить группу, которая потенциально будет иметь успех на тримодальную терапию. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.